Под вторым пунктом у нас значение слова «саум» или же «пост», как его обычно переводят с арабского. Не могли бы вы просветить нас, в чем заключается основной смысл слова «саум», известного как «пост»? «Саум» — это арабское слово в единственном числе. «Суям» — это во множественном числе. «Саум» или же «сиям» происходит от арабского слова «саама», что означает воздержание или же волевой отказ от нечто общепринятого, будь это принятие пищи, напитков или же общения. Человека, который соблюдает «саум» или же который отказывается или воздерживается от совершения этих действий, называют «ассоаим». Это слово встречается в Коране, в Суре Марьям, под номером 19, в 26-ом аяте. Когда ангел обращается к Марии, да будет доволен ее Аллах, Матери Иисуса Христа, мир ему, приводится это самое слово. Если вы прочтете, то в этом аяте говорится «Я дала Аллаху обет о воздержании». Но в данном случае слово «саум» означает не воздержание от пищи или же воды, а воздержание от общения и речи. Поскольку если мы рассмотрим контекст и вернемся к предыдущему аяту, в Суре Марьям, под номером 19, в 25-ом аяте говорится, что Аллах, Субханаху Тааля, сказал Марии, да будет доволен ее Аллах, «Потряси на себя ствол пальмы и посыплются свежие финики». А в следующем, в 25-ом аяте Суры Марьям, под номером 19, говорится «Ешь и пей». Дальше идет «А когда увидишь кого-либо из людей, то скажи, я дала Аллаху обет о воздержании, и не буду говорить с людьми». Поскольку тут говорится о воздержании от речи, то используется слово «саум», то есть отказ от общения и речи. Однако в исламской терминологии слово «саум» в исламском шариате относится к человеку, исполняющему обряд поклонения с искренним намерением ради Аллаха Субханаху Тааля. То есть этот человек воздерживается от пищи, воды и питания в целом, а также от половой близости или же эякуляции, вызванной половым возбуждением. Вкратце слово «саум» с точки зрения ислама относится к человеку, который воздерживается от всего, что может нарушить пост. Мы говорим о приеме пищи, будь это через рот или нос, прием напитков, всех видов напитков, будь это простая вода, молоко, фруктовые соки, принимаемые через рот или нос, да и обеспечение организма любым питанием, независимо от его источника. А также воздержание от половой связи, то есть контроль над желудком и половыми органами. Это позиция с точки зрения ислама и это общий смысл. При этом следует понимать, что такая позиция не ограничивается лишь воздержанием желудка или же половых органов от всего, что может нарушить пост. Наряду с воздержанием желудка и половых органов следует учитывать и воздержание языка, глаз, ушей и всех других частей тела. Именно поэтому наш любимый пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям, сказал, как приводится в сборнике «Сахих аль-Бухари» в третьем томе, в книге поста, в хадисе под номером 1903, наш любимый пророк сказал, что если кто-то не отказывается от лжи в своих словах и поступках, то Аллах не нуждается в его отказе от еды и воды. Иными словами, помимо воздержания от еды и воды, нам также следует отказаться от лжи, бранной речи и недостойных поступков. Наш любимый пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям, снова упоминает об этом, как приводится в «Сахих аль-Таргиб» в первом томе, в книге поста, в хадисе под номером 1068, где пророк говорит, что человек, воздерживающийся от пищи и воды, должен также воздерживаться от лживых речей и бранных слов. И если его охватит гнев или кто-то станет спорить или ругаться с ним, то ему следует сказать в ответ «Я держу пост, я держу пост». Следовательно, можно выделить три основных вида воздержания. Первый – это воздержание желудка и половых органов от всего, что может нарушить пост, то есть пищи, воды и полового акта. Второй – это другие части тела, такие как язык, глаза, уши, конечности. Даже они должны соблюдать пост. То есть, если язык соблюдает пост, это значит, он отказывается от кляузничества, от лжи, от сплетен, от распространения слухов, от вульгарных слов. Когда глаза соблюдают пост, это значит, что человек перестает смотреть на то, что недозволено, он оберегает свой взор, он не смотрит ни исламские фильмы или контент, недозволенный исламом. Когда наши уши соблюдают пост, это значит, что мы не слушаем то, что является харамом, то есть запретным. То есть, мы воздерживаемся от прослушивания музыки, песен не исламского характера. Таким образом, пост соблюдает и все другие части тела. И третий вид – это пост сердца и души. То есть, нам следует воздерживаться от всего, что отвлекает нас от поклонения Аллаху и поминания Аллаха. В этом есть общее значение слова «саум». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова